Добрый вечер, новости на нашем канале. Спасибо, что смотрите БТБ. В Авдеевке Донецкой области террористы обстреляли автобус, в результате чего погибла женщина. По сообщению ГУ МВД области, огонь открыли неизвестные, двигавшиеся в автомобиле во встречном направлении. Напомню, утром во время обстрела боевиками района в Луганске, рядом с маршруткой, в которой были пассажиры, разорвался снаряд. В результате два человека погибли, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил руководитель информационного центра Совета нацбезопасности и обороны Андрей Лысенко. При этом он подчеркнул, что украинские военные не стреляют по населенным пунктам, огонь открыли со стороны боевиков. С утра Луганск украинские военнослужащие не обстреливали. И вообще команды, чтобы обстреливать город, не было. Это касается как авиации, так и артиллерии. Поэтому нам очень просто вычислить, кто это сделал. Кроме этого, Андрей Лысенко сообщил, что за время проведения силовой операции на востоке Украины территория подконтрольная боевикам уменьшилась вдвое. Силы АТО продолжают зачищать Донецкую и Луганскую области от вооруженных бандформирований. За последние сутки боевики 12 раз обстреливали посты и подразделения вооруженных сил Украины недалеко от населенных пунктов счастья Краснополе, Металлист, Терновая, Станица Луганская, Георгиевка и Должанский. Один военный погиб в результате нападения террористов на батальон Айдар в городе Счастье. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Луганской области. Под видом украинских военных боевики проникли в расположение батальона, сказав, что привезли сепаратиста. После чего открыли огонь по военнослужащим. Порядок в Артемовске будут обеспечивать дополнительные силы милиции и нацгвардии. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, военные уйдут из города. Напомню, сегодня в Артемовске террористы открыли огонь из гранатометов по месту дислокации подразделений батальона «Донбасс». По словам командира батальона Семена Семенченко ранен один из бойцов. Также ночью в городе было обстрелено здание горсовета, на втором этаже которого произошел взрыв. В результате возник небольшой пожар. Вероятнее всего, нападение совершила диверсионно-разведывательная группа ДНР. Террористы обстреляли пункт пропуска Югановка в Луганской области. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины. Огонь открыли с расстояния двух километров. Нападение было отбито. Во время боя девять наших военнослужащих получили незначительные осколочные ранения. Также сегодня ночью российские наемники обстреляли пограничные подразделения в районе населенного пункта Дьяково и пункта пропуска Довжанский. Пострадавших со стороны украинских военных нет. В освобожденном от террористов Краматорске налажено электроснабжение. Накануне городу была подведена вторая резервная линия электропередач. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида. А в Славянске уже в ближайшие часы обещают подать электричество в центр города. Когда произойдет полное восстановление, пока неизвестно. Местные энергосети получили значительные повреждения. В частности, по предварительным оценкам, только на восстановление славянской ТЭС может уйти до 400 миллионов гривен. Мы ожидаем, что до конца дня будет запитан центр города Славянск. Это такое амбициозное задание, выполняемое энергетиками. Электропитание и включение произойдет по линии со стороны Харькова. Госавиаслужба расширила территорию воздушного пространства над зоной антитеррористической операции, на которой запрощены полеты. Ограничения не касаются самолетов, которые летят транзитом на высоте более 8850 метров. Вместе с тем, аэропорты в Донецке и Луганске продолжают контролировать вооруженные силы Украины. Следующий раунд переговоров по деэскалации конфликта на востоке страны, возможно, пройдет в Святогорске, Донецкой области. Это предложение президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил мэр Донецка Александр Лукьянченко на пресс-конференции по итогам вчерашней встречи с главой государства. Лукьянченко считает, что все вопросы касательно кризиса на Донбассе необходимо решать исключительно путем переговоров на самом высоком уровне между Украиной, Россией и АБСЕ. С стороны президента были предложения и гарантии провести следующий раунд переговоров, к примеру, в городе Святогорске, с участием России, представителем БСЕ, руководством ДНР и ЛНР. Петр Порошенко призвал Италию и Великобританию присоединиться к четырехсторонним переговорам по урегулированию ситуации в Украине. Президент сказал об этом во время встречи с министром иностранных дел Италии Федерико Магирини в Киеве. Порошенко высоко оценил участие Германии и Франции в переговорах Украины с Россией, однако считает, что международное влияние было бы сильнее, если бы к диалогу подключились Рим и Лондон. В свою очередь Магирини заверила Порошенко, что Италия поддержит его мирные инициативы, всем своим влиянием включая двухсторонние контакты. Инфляция в Украине замедляется. Об этом сообщила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева. В июне инфляция составила 1% против майского показателя 3,8%. За первое полугодие 2014 года инфляция составила 11,6%. Основными же факторами стали подорожание продуктов питания на 0,7% и повышение тарифов на электроэнергию на 11,3%. По словам Валерия Гонтарева, эффект курсовой коррекции уже почти исчерпан, поэтому во втором полугодии, по прогнозам НБУ, тренд на замедление инфляции продолжится. Этому поспособствует и ожидаемый рекордный урожай зерновых, подчеркнула Валерия Гонтарева. Еще более оптимистичные прогнозы Нацбанк делает на следующий, 2015 год. Мы считаем, инфляция во втором полугодии замедлится, потому что большинство инфляционных факторов уже сработали. По нашим оценкам, инфляция во втором полугодии составит 5%, а в годовом измерении около 17%. А в следующем году мы ожидаем, что инфляция вернется в плоскость однозначных чисел. Глава администрации президента Борис Ложкин обратился к председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой с просьбой создать рабочую группу для решения проблем вкладчиков проблемных банков. Туда должны войти руководители НБУ, фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также делегаты инициативных групп вкладчиков проблемных банков. В частности, рабочая группа должна подготовить согласованные предложения для решения проблем клиентов банка Форум. Как известно, вкладчики Форума обратились к главе государства с просьбой остановить его ликвидацию и найти более эффективные и менее затратные пути выведения банка с рынка. В частности, путем передачи его активов и пассивов другому финансовому учреждению. Президент Украины уделяет значительное внимание проблеме обеспечения прав вкладчиков, говорится в обращении Бориса Ложкина. Дальнейшей девальвации гривны в Украине не будет. В этом убежден министр экономического развития и торговли Павел Шеремета. Также, по его словам, в связи с реализацией мер, направленных на снижение дефицита бюджета, стоит ожидать и падение темпов инфляции. Таким образом, цены в Украине могут уменьшиться, говорят в министерстве. Что касается ВВП, то Украина не согласна с прогнозами ЕБРР по поводу снижения его на 7%. Киев рассчитывает на более оптимистический сценарий. Хотя существенный процент потерь все же будет из-за ситуации на востоке страны. Прогноз на этот год, и я беру самый пессимистический из имеющихся, это минус 7%. Об этом говорит Европейский банк реконструкции и развития. 3-4%. Это и есть прогнозируемый эффект от ситуации, которая сейчас развивается на востоке. Парламент Литвы ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Как сообщил литовский МИД, одновременно Сейм ратифицировал аналогичные документы, подписанные с Грузией и Молдовой. Пока что Литва всего лишь вторая страна ЕС, утвердившая эти соглашения. Ранее это сделала Румыния. Тем временем в Европарламенте пообещали, что все страны ратифицируют соглашение об ассоциации с Украиной как можно скорее. Об этом заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок. Случиться это может уже в октябре. А прямо сейчас украинские мировые фондовые индексы. Мы же встретимся с вами ровно в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова